Ребята, не могу поверить, но Марина утверждает, что мы не говорили о первой медузе Тимофтерна. Тигрова Бока или оранжевая Бока и первой медуза. Мне казалось, что мы это делали. В принципе, вид очень простой. Почему-то не слишком распространенный в российских террариумах. И до недавнего времени даже редкий и за границей. И у немцев, и у американцев он был редок, несмотря на то, что поставки из природы, из Южной Америки, из Суринама, в частности, были довольно обычным делом. И большое количество Тимофтерн привозилось в страны Европы и в Америку. Но до совсем недавнего времени, буквально еще лет 5 назад, найти разводную Тимофтерну было большой проблемой. И почему-то никто не умел с ними нормально работать. Но совсем недавно как-то ситуация изменилась. Опыт у всех появился. И сейчас Тимофтерна в Европе, по крайней мере, стала банальным совершенно видом, который вы можете увидеть даже в приличных зоомагазинах. Даже, по-моему, в Финляндии, да, была? Нет, там был гипохондриализм. Гипохондриализм. Простите. В Финляндии были гипохондриализм. Вот. Тимофтерна – это южноамериканская лягушка, которая, естественно, живет во влажных тропических лесах. Это не севеджа, которая в засушливых районах с высочайными перепадами температуры. Нет. Можно Филомедузу Тимофтерну сравнить в первую очередь с Агалихнисом. Красноглазая квакша живет примерно так же, как и Тимофтерна. То есть, довольно высокие температуры. У нас это террариумы верхнего яруса, где всегда теплее. И высокая влажность. Высокая весьма относительно. Всегда помните, мы многократно говорили, что высокая влажность – это не значит, что по всем поверхностям в террариуме непрерывно течет вода. Нет. Вот при таких условиях развиваются грибки, амфибии заболевают и гибнут. Нет. Высокая влажность – это когда после опрыскивания листва через 2-3 часа высыхает. Но на стенках капли воды, на стенках террариума, на стекле, они сохраняются буквально до следующего утра. Иногда почти до суток. Но листья сухие. Только так амфибии будут чувствовать себя хорошо. И вот именно вот такая влажность нужна для филомедузы Тимофтерна. И довольно высокая температура. От 24, пожалуй, до чуть ли не 30 градусов. Лягушка теплая. Но помним, что лягушка не крупная, поэтому при длительной высокой температуре 30-32 ее очень легко перегреть. Она быстро перегреется. Поэтому не старайтесь поднять температуру к завышенной, к верхней планке. Все делайте аккуратненько. 26-28 градусов. Пусть будет так, это будет спокойнее. На ночь можно выключать в нормальных квартирах, где температура не падает до 16-18 градусов, а сохраняется на уровне 20-24. Выключаем на ночь террариум. Выключаем все обогрелы. И все прекрасно. Ночной перепад будет соблюдом. У нас филомедуза Тимофтерна размножается уже, наверное, 3 года. Стабильно. Довольно много молодняка получается. Все как в нормальном дождевом лесу. 2-3 месяца сухого периода, когда полив идет минимальный. Мы не забываем про полив. И помним, что в наших террариумах, на дно террариума всегда налита вода, чтобы в случае чего амфибии могли восполнить запас влаги и не пересохнуть. Понижаем полив, таким образом понижая влажность. Можно опрыскивать слегка, даже через день. Чуть-чуть, не так, как вы обычно это делаете. И 2-3 месяца. Небольшое понижение температуры. 22-24. Все будет прекрасно. Амфибии будут продолжать питаться. Но станут более ленивыми. Помните, что Тимофтерны, как некрупные амфибии, не едят взрослого сверчка. Сверчок должен быть личинкой. Полсантиметра сантиметр. Иначе жесткий хитин вызовет закупорку кишечника или вызовет выпадение клоаки. Не кормите этих нежных лягушек жесткими хитиновыми насекомыми. Можно кормить сверчком, можно кормить мягкими тараканами, можно кормить какими-то мухами мягкими, но ни в коем случае не насекомыми с жесткими хитиновыми крыльями. Естественно, ультрафиолет. Несмотря на то, что многие любители, многие любители говорят, что под пологом тропического леса очень мало ультрафиолета. Ребята, я бывал во многих тропических лесах. Точно так же в тропическом лесу можно сгореть. Рассеянный ультрафиолет гораздо больше присутствует, нежели в наших каких-то лесах. Тропики это тропики. Там прямое солнце падающее пробивает кроны деревьев и рассеянным ультрафиолетом лупит даже по поверхности. Поэтому филомедуза Тамартерна, как и агалифнисы, склонны зарахичиваться. Ставьте ультрафиолет. У нас стоит лампа десятка даже на молодых филомедузах. Особенно на молодых. Особенно на молодых. Не двойка. Не слушайте продавцов зоомагазинов. Нам все время говорят. Мы пришли в зоомагазин, сказали. У нас была сейчас, буквально сейчас ситуация. Я даже не буду называть зоомагазин. Не хочу. Но стыд вам, ребята. Вы знаете, кто вы. Ребята, покупатель пришел, сказав, что он покупает филомедузу Тамартерну, молодую. И попросил конкретно по нашим рекомендациям, посмотрев наши ролики, попросил оборудование. Ребята, вы впарили ему оборудование на 20 тысяч рублей, воткнув туда двойку и убедив покупателя в том, что наше мнение уже изменилось. Вы с нами общаетесь напрямую, и оно изменилось за те полтора года, пока эти ролики существуют. Нет, оно не изменилось. Ультрафиолет десятка. У нас сейчас сидят гетериксалисы, крошечные лягушечки, только что вышедшие после метаморфоза, сантиметровые. Они сидят от лампы десятки в трех сантиметрах, чувствуют себя прекрасно, и зато не зарахитятся. Не горят они под ультрафиолетом, даже под десяткой. Все нормально. Так вот, ультрафиолет десяточка. Лампа нагрева ни в коем случае не в террариум, только над террариумом. Если у вас в комнате прохладно. А вообще, лучше, конечно, лампы нагрева вообще не использовать. Естественно, кроме ультрафиолета, должны добавляться витамины и микроэлементы. Кальций, фосфор хотя бы. Мы используем фирменные, где больше всего-всего-всего-всего. Специально для амфибирептилий. Мы используем нектоновские препараты. Но вы можете использовать любые. Сейчас довольно много. Мы посыпаем насекомых витаминами и макро-микроэлементами. При каждой кормежке идет обсыпка. Обязательно. С ультрафиолетом. Вот нельзя, к сожалению, заменить одно другим. Не всегда это получается. В некоторых случаях можно. Для взрослых животных зачастую можно. Но нежелательно. Но тамоптерны. Но тамоптерны очень любят зарахичиваться. Быстро это делают. Поэтому совмещайте и ультрафиолет, и витамины кальций. Значит, влажность. Я уже сказал по поводу влажности, что после опрыскивания листья растений должны высыхать в течение 2-3 часов. В то же время на стеклах капли должны оставаться 10-12 часов, а то и сутки. Все это достигается вентиляцией. Так вот, возвращаясь к недобросовестным продавцам. Недавно обманувшим покупателя, который брал террариум в этомоптерны. Ему был вручен террариум с верхней и боковой вентиляцией. Ребята, небольшая амфибия, имеющая боковую вентиляцию и верхнюю полную вентиляцию, там пересохнет в течение 2-х часов. Пресохнет к стеклышкам. Да, и утром вы найдете ее, даже если на дно будет налита вода, она будет лежать в этой воде, боясь подняться повыше, потому что там абсолютная пустыня будет. Это нормально, это закон при такой вентиляции. Поэтому никаких боковых вентиляций, а вот та влажность, о которой я вам говорю, достигается размером верхней вентиляции. Я, к сожалению, не могу давать рецепты. Это все достигается опытным путем. Вот ваша задача иметь такую вентиляцию, чтобы испарение с листьев шло так, как я говорю. Если она слишком большая, прикройте ее стеклом наполовину. Посмотрите, вот только таким образом вы достигнете правильной, нужной и необходимой влажности. Только на пальцах. Поэтому, если вы собираетесь брать таких нежных животных, как мелкие филомедузы или те же аголитмисы, будьте добры, сначала поставьте террариум, отрегулируйте влажность. Стеклышком сверху накрыли. Можно даже полиэтилен, кусочек приклеить скотчем, прикрыть вентиляцию. Посмотрели несколько дней на влажность, как она держится. Потом запускаем животных. Это нормальные азы, которые мы зачастую не соблюдаем, потому что иногда животные попадают внезапно. Но, если это плановое приобретение... Блин, у нас опыт есть, знаешь, с этим разберемся быстро. Да, мы разбираемся. Но, если у вас вот плановое заведение, вы планово заводите нежную амфибию, такую, как та же там Аптерна или Аголитмис, я все время провожу между ними параллели, они близки, то постарайтесь террорем подготовить заранее, выверить параметры. На самом деле, невозможно сказать, я умышленно говорю, столько-то времени на листьях должна сохраняться вода. Потому что все эти гигрометры, я не знаю, я не могу вам сказать, что должно быть по гигрометру. Возможно, 90-95% влажности. Я не могу сказать, мы работаем вот так на пальцы, вот это хорошо, а вот это плохо. Я тебе скажу, я замеряла там под 100% на самом деле этих видов влажности. Под 100, да. Ну, наш опыт позволяет просто пальцем чувствовать и температуру, и влажность, достаточно сунуть руки в террариум и сказать, вот это хорошо. Хорошо. Я не понимаю, сколько это, как это по приборам, не знаю, Марина вот замеряла. Как новичок, мне же надо было как-то понимать. Это нормально. Я понимаю, только вот испаряется столько-то, вот так вот, такое время нужно на испарение, это чисто внешне. И, к слову, об аголитмисах, их можно содержать с аголитмисами, у нас люди покупали, содержали в совместных террариумах, хорошо получается. Да, да. Поскольку это параллельные виды, которые и живут очень близко друг от друга, и находятся в одних и тех же условиях, что температурных, что влажностных, в общем, никаких проблем. Да, по размеру террариума. Вечно спрашивают, какой размер террариума. Вот на пару мелких филамидуз вам достаточно террариума 40-40, наверное, на 50 сантиметров, потому что лучше, конечно, чтобы он был вертикаль, чтобы ставила какая-то коряга, оплетенная растениями. И все. Все очень и очень просто. Кормление. Ну, идеально, если вы будете кормить три раза в неделю, оставляя не по одному сверчку, а несколько сверчков с запасом, чтобы на следующий день вы видели, что один-два сверчка еще гуляет. И все будет прекрасно. Вот, собственно, и все. И после зимовки, о которой мы уже говорили несколько минут назад, более сухой и чуть более прохладный период, вы включаете дождь. Мы уже показывали, как делается дождь. Дождь – это элементарно. Террариум заливается водой, туда ставится помпа, и трубка закручивается по потолку, подключенная к помпе, трубка с дырочками закручивается по потолку, и у вас льет настоящий тропический дождь. Но помните, что филамидузы, они делают интересные кладки. Они не как оголихнесы, могут такую кучку слизи на стекло положить. Нет, им нужно обязательно листик. Они из листика делают кулечек, куда откладывают икру. И икра, если кулечек раскрыть, не развивается. Она либо пересыхает, либо плесневеет. Она развивается только вот в таком кулечке, закрытая со всех сторон. И к моменту выхода головастиков кулечек раскрывается, и головастики стекают в воду. Поэтому английские коллеги наши для разведения именно томоптерны рекомендуют такое растение, как шефлера. Но наш опыт показывает, что лучше стендапсуса ничего нет. Они прекрасно сворачивают, складывают листики стендапсуса и склеивают, и откладывают туда икру. Обязательно должны быть растения, которые обильно листьями нависают над водой. Только тогда вы получите правильное, хорошее разведение этой филамидузы. Инкубация икры порядка 8-9 дней. Головастики стекают в воду. И мы, каждый может иметь, конечно, свое мнение, и каждый может делать по-своему. Но мы оставляем головастиков развиваться в том же террариуме, где живут взрослые. Весь объем залит порядка 7-8 сантиметров воды. Над водой коряги и растения, на которых живут взрослые, в воде живут головастики. И выходящий молодняк мы отсаживаем, потому что ему, естественно, нужен мелкий корм. Помните, вот какую вещь для филамидуз. Это большой секрет, на самом деле, который вам, кроме нас, никто не скажет. Если вы будете кормить филамидуз белковой пищей, у вас будет выходить больной молодняк и быстро погибать. Головастика. Головастика, простите. Если кормить головастика белковой пищей. Головастик плохой. Молодняк больной. Половина занимает печень. Головастика. Поэтому используйте растительные корма. Либо корма для растительноядных рыб, либо просто, как мы уже вам рассказывали, сушите крапиву. Мы рассказываем вам эти секреты по той простой причине, что нам интересно, чтобы любителей лягушек, настоящих, не разочаровавшихся, становилось больше. Чтобы амфибий в нашей стране и в мире становилось больше, чтобы как можно меньше угроз в этом мире для них существовало. Давайте разводить этих прекрасных лягушек. Пусть они живут и сохраняются хотя бы в наших террариумах. Чем больше их в наших террариумах, тем безопаснее им жить во всем этом мире. И уверяю, тем приятнее вам существовать, видя такую красоту, наблюдая ее и воспроизводя. Это ни с чем не сравнимое удовольствие наблюдать, как тропические лягушки, которых почти никто не видел, перед твоими глазами делают гнездо, как оттуда выпадает крошечная жизнь для того, чтобы начать развиваться в вашем террариуме и снова превратиться в прекрасную лягушку. Любите лягушек, друзья, разводите томоптерн. Спасибо. Так, стой.